Привет, ребята. Отлично. Мы команда Тутбай. Я сначала представлю своих коллег, потом себя. Это Леша Судников. Он занимается у нас плохими новостями в Инстаграм. Вчера у него был дебют. Дебют. Да, но на самом деле он снимает большие крутые фильмы, которыми мы очень-очень радуемся. Это Сева, человек, который перепаял в нашем офисе все, что можно перепаять. Снимает, как Иисус. Знает премьер вообще отлично. Если есть какая-то проблема в офисе, такой крик Сева, и Сева такой... И приходит и делает вещи. Эта Сандра, она главный человек во многом в нашей команде. Она отвечает за студийные съемки. И она суперкотика, большой молодец. Меня зовут Женя Шибинский, я руководитель видеоотдела. Мы начнем с цифр, чтобы вы немного поняли, как мы развивались, к чему мы пришли, и куда, наверное, идем именно с этой точки зрения. Потом уже будем говорить про контент, про интересное, неинтересное и злое. Ладно. Это просмотры на YouTube-канале Тутбай за несколько лет. С 2016 по 2020 год. 2020 начался. Цифры по состоянию на вчера. В 2019 году мы прям рванули, прям круто. И сегодня я вот постараюсь вам рассказать, объяснить, может быть, и мои коллеги тоже, как и почему это все получилось. В подписчиках вся эта история выглядела вот так. 2008 год, 18-й, простите. Мы закончили со 100 тысячами. 2019-й с 507, что прям очень мощно. Ладно. И это самая последняя цифра, потом будет уже прям суперинтересно. А тут где-то должна быть Марина Золотова. Не знаю, есть, нет. Она, может быть, со мной не согласится, но я вот рассматриваю наш отдел как бизнес. То есть видео — это очень дорого. Я думаю, коллеги с онлайнера тоже согласятся, что нужно очень много вкладывать в людей. Нужно очень много денег вкладывать в оборудование, в дистрибуцию контента. И так или иначе, я считаю, что мы должны зарабатывать деньги. Инвестиционный период, на мой взгляд, для видео на Тутбай пройден. Сейчас мы должны это отрабатывать. И в 2019-м году мы заработали, это только с Ютуба, без учета партнерских интеграций, которые проходили через отдел продаж, в 13 раз больше, чем в 2018-м году. Почему это все работает? Это вот такой, как мне кажется, самый-самый главный вопрос. И сейчас будет очень нескромно. Но я вот считаю, что все они, те ребята, которые сюда не пришли еще, потому что Саша Альбам, например, сейчас снимает историю про девушку-сексуалку. Яна что снимает? Да, Яна Сенихина снимает «Родители недоношенных детей». Это одна из самых лучших команд в русскоязычном Ютубе, которая занимается, на мой взгляд, какой-то уже такой журналистикой на стыке блогерства. Они все прям реально невероятно крутые ребята. И за счет этих людей нам удалось прийти туда, где мы есть. Но люди — это, конечно, все очень важно. Но, опять же, со мной многие могут не согласиться. Люди — ничто неправильное слово. Но одного таланта недостаточно, нужна еще и система. И в 2018 году мы начали подходить к тому, что мы делаем более системно. В 2019 мы это продолжили, а в 2020, по-моему, уже это прям суперотлаженный механизм. Наш контент глобально разделен на два больших направления. Это тоже часть системы. Выездное направление, то есть те съемки, которые происходят вне нашего офиса. Ну, мы, команда VideoTutBuy, мы поверили в себя, в то, что мы можем делать прям какие-то великие вещи, на мой взгляд. А сейчас Леха расскажет вообще, что это за история. Да, Леха. Всем привет еще раз. Смотрите, люди на границе. У нас стояла задача рассказать про границу, про место. И единственное, как это можно было сделать, это рассказать историю людей, которые там живут. Если коротко, то весь этот цикл можно разделить на три части. Первая часть, мы объездили все внутри нашей страны. И плюс мы съездили на границу зоны отчуждения. И это было очень увлекательно, потому что, во-первых, там разные люди. Они говорят очень разные вещи. И буквально один и тот же предмет они могут называть абсолютно по-разному. Второй этап это был. Мы решили, что нужно посмотреть, как там за границей, чего там рассказывают. И мы поехали. Мы сняли четыре фильма. Единственная страна, которая нас не пустила, это Россия. И третий этап мы решили поехать далеко-далеко. В первый раз мы поехали в Украину, на Донбасс. Это поселок Меловое, российско-украинская граница. После этого мы отправились в Грузию на линию разделения с Абхазией. Линию разделения с Южной Осетии мы еще выпустим. И съездили в Нагорный Крабах. Цифры хорошие были, Жень? Ты доволен? Видосами с... Именно цифрами, видосами из далеких стран. Конечно же, я не доволен. Но все равно это очень клевая работа. И порой время от времени такие вещи делать нужно не только ради цифр. Но и чтобы, во-первых, покачиваться в команде как журналистам. Во-вторых, все равно это очень-очень классные истории. И вот видос, например, из Нагорного Карабаха один из моих любимых. Еще мы, ребята, умные и понимаем, что белорусам тоже интересно то, что происходит у нас. Нескромно. Про уникальные места, которые находятся в нашей стране. И мы сделали проект, который называется «Страна». Между собой мы называем «Самые-самые». Это пять фильмов за 2019 год. Всего их шесть. В первый раз мы сняли про самый маленький город Белоруссии. Это Десна. Полторы тысячи человек. Все это похоже на деревушку, село. Там много дореволюционных зданий. Это очень крутое место и очень клевый выпуск. Там, по-моему, 160 тысяч просмотров. Еще эта история про деньги в том числе. Эти видосы мы запартнерили. Я до видео работал руководителем отдела нативной рекламы на Тубай несколько лет. И вот Белл Веб один из моих любимейших клиентов. С ними никогда нет проблем. Они суперкотики. И вот мы запартнерили с ними с карты Visa Travel. И как они потом давали нам фидбэк после каждого нашего видоса, у них лиды. Заявки на карты прям взлетали. Они были очень-очень довольны. Я очень надеюсь, что в следующем году... Ну, в этом уже получается. Мы продолжим. Быть молодым. Рассказываем про тех белорусов, жизнь которых отличается от большинства. И о жизни которых ты наверняка знаешь не очень много. И вот этот сюжет... Одноклассник говорил Даун-Даун, у меня есть имя. Один из моих самых любимых. Девочке 19 лет, у нее синдром Дауна. Это было очень сложно снимать. Это было очень сложно монтировать. Не потому, что она плохо говорила или еще что-то. Это просто было очень тяжело в эмоциональном, наверное, плане. И таких историй именно про молодых людей и синдром Дауна я на Ютубе не встречал. И очень гордо, что мы сделали... Вот это, наверное, первыми. Распределенцы. Это очень крутая штука. Знаете, почему она мне не нравится? Это история про ребят, которые поехали вообще в разные уголки нашей страны. Кто-то был в Минске, но у него была интересная работа, мы про них снимали. Это история про людей, которые не ноют. Человек в коровнике. Половина ноги у него в коровьих делах. Но ему прям нравится. Он хочет сделать страну вокруг себя немножко лучше через какой-то свой пример. Парень уехал под Гродно учить детей футболу. У него зарплата там не очень большая, рублей 500, наверное. Но прям ты смотришь на него и думаешь, чувак, вот ты крутой. Вот ты молодец. Он говорит, я два года от работы не знаю, что я буду делать потом. Но коль я здесь, то я должен дать этим детям максимум из того, что у меня есть. И студийное направление. Вот если люди на границе, это было тем, что дало нам толчок, то наши студийные съемки, это прям локомотив сейчас, давайте назовем их так. Я очень хорошо помню тот день, когда Женя пришел и сказал, что скоро мы выйдем на 5-6 выпусков в неделю. И он ушел, а мне захотелось плакать, чтобы выпускать такое видео каждый день. Это большая работа. Но сегодня мы реально выпускаем такие видео 5-6 раз в неделю. И я сейчас расскажу коротенько, как это происходит. У нас есть два внештатных журналиста, я и еще одна девочка, которые занимаются этим проектом. И есть такой костяк внештатников. И внештатники забирают какую-то тему, прорабатывают ее, ищут героев, проводят интервью. И дальше начинается вот такое клевое. Мы классно распределяем работу. То есть любой из нас может вовремя включиться в процесс создания видео, перехватить какую-то часть монтажа или постоять на съемке, покрасить и так далее. Поэтому мы выходим на такой классный ритм. И, конечно, спасает очень то, что у нас своя студия, мы ничего не арендуем. Поэтому съемки у нас идут нон-стоп с утра до ночи. Если все эти истории, которые были на предыдущих слайдах, это про аудиторию, которую мы нашли на YouTube, то проект, который мы делаем с Артемом Шрайманом, нашел свою аудиторию на сайте. Есть очень большой запрос на емкое объяснение того, что происходит. И, на мой взгляд, в этой стране не так много людей, которые могут кратко, не за два часа, за пять минут, объяснить тебе, что вообще значат те или иные события, те или иные слова, которые говорит наш президент, например, то, что они делают. Вот сегодня мы с Артемом записывали выпуск, выйдет завтра, про то, что все-таки означают результаты переговоров. В Сочи кто победил, кто проиграл. Мы бываем немножко в слоупочем, конечно, но все равно это остается тем не менее интересным. И эти видосы набирают более 100 тысяч просмотров именно с сайта. Для нас это прям большой рекорд, потому что остальные видео на сайте смотрятся существенно хуже. Они имеют свою аудиторию на YouTube. Работают только два типа контента. Я не берусь отвечать вообще ни за кого, я говорю только за Тутбай. Мы пришли к этому методу проб и ошибок. Канал Тутбая существует лет 10, наверное. У видео здесь было очень много итераций, были прямые эфиры, очень много прямых эфиров на разные темы. Были… Марина, прости, на мой взгляд, скучные студийные проекты. Были какие-то лайфхаки, были образовательные передачи, но так или иначе очень немного из этого действительно находило совразительное и находило отклик. Мы тоже много всего пробовали и потом для себя решили, что вот у нас есть два направления, которые стоит развивать, в которые стоит вкладывать в первую очередь наше время. Это очень так типа цинично, да, но многие, думаю, из вас журналисты, вы не будете против этой фразы. Мы продаем эмоции. И первое направление – это то, которое заставит тебя сопереживать. Вот если вы смотрите видео и думаете про себя, блин, вот этот человек, который рассказывает мне свою историю, столько пережил, но теперь делится опытом со всеми остальными. Он молодец, что не боится, он молодец, что пришел, нашел в себе силы и рассказывает все это. Вот значит тогда все мы сделали правильно. И опять же, это тоже циничная история. YouTube такая хрень, что там очень важны социальные действия. То есть лайки, шеры, подписки, все вот это вот. Даже тебе не столько важен этот лайк, тебе не столько важна эта подписка, сколько тебе важен пока, чтобы YouTube сделал. А чтобы это произошло, важно, чтобы он видел, что внутри видео происходит какая-то активность. И поэтому, ну да, это продажа эмоций, это продажа эмпатии. Это может звучать цинично и, наверное, звучит цинично, но так и есть. И это очень хорошо работает. А вот теперь, Котик, расскажи, пожалуйста, что ты хотела. Я разбавлю этот цинизм. Все-таки наша студия видела очень много слез, и как бы плачем и мы, журналисты, потому что темы реально очень трудные. Вот, как пример, я снимала выпуск про девушек, которые победили анорексию уже полгода этому выпуску, и даже сегодня я отправила еще девчонке из Риги контакты одной из девочек, чтобы они пообщались, и, ну, чтобы… Ей нужна помощь, и она не знает, к кому обратиться, и она нашла наше видео. Я считаю это очень клево. Но я… И фидбэк, простите, и фидбэк реально очень-очень большой. То есть нам пишут на почту, нам пишут в личные сообщения там журналистам-авторам, нам пишут очень много в комментарии. То есть люди… Ну, там, кто-то благодарит, а кто-то реально просит помощи. И тем, кому мы можем дать какие-то контакты, мы, конечно, помогаем. Мы спрашиваем разрешение. Если герои не против, мы, конечно, делаем так, чтобы они встретились, и я искренне надеюсь, что это помогает кому-то еще вот так вот и в жизни. И я так плавно перейду ко второй тональности наших видео. Это развлекательный контент. Почему? У нас был такой период, наверное, недели две, когда почти каждый день у нас выходили видео на очень сложные темы. Это были после анорексии девушки, женщины, которые потеряли ребенка, потом было что-то про рак. И ты, вот я даже, которая в монтаже постоянно, ты выходишь с работы и понимаешь, что жизнь закончилась, ничего хорошего не осталось, все очень плохо. И я думаю, что люди, которые смотрят наши видео каждый день, им тоже трудно каждый вечер погружаться во что-то такое сложное, реально сложное. И не каждый готов смотреть вот это вот каждый вечер. Поэтому мы решили, что нужно разбавлять это чем-то милым, классным, веселым, задорным, потому что жизнь, она же прекрасна, правильно? Вот смотрите, я сейчас зашел в YouTube, в тренды. Первое место. Блогер Влад Бумага о причинах успеха. Вечерний Угрант. Второе место. Проверил лайфхаки из ТикТока. Они работают. Влад Бумага. Третье место. Я не знаю этих людей, но какой-то клип «Девочка, танцуй». Нехто с ужасными видео. Дневник Хача. Вот «Битва за хайпраунд 2». Шесть лайфхаков за ноль рублей. Отгадываю дешевое против дорогого. Ну и, короче, там были еще в топ-10 еще три видео с проверкой лайфхака из ТикТока. Не к чему все это говорю. Люди приходят домой уставшие, приходят с учебой уставшие. Они хотят немножечко деграднуть. Слово такое не очень, может быть, подходящее. Они хотят расслабиться. Да. И мы стараемся делать что-то, да мы и делаем что-то гораздо, на мой взгляд, более умное, чем шесть лайфхаков за ноль рублей, которые позволят тебе засунуть яйцо в пластиковую бутылку. Мы просто их заставляем улыбнуться и подумать, что блин, да, весело, клевые ребята. Да, я говорил вначале, что я буду ругаться, я прям супер буду ругаться. Есть огромная проблема. Я думаю, она есть у онлайнера, она есть у нас. Вот мы растем, это все очень круто. Есть люди с журфака? Студенты? Ни одного студента с журфака? А, есть. Простите, пожалуйста. Хорошо, а можно еще раз руки поднять? Хорошо, куча студентов журфака. Кто из вас написал на онлайнер, что он хочет у них поработать? Ноль. Один. Класс, тросова. Кто написал на тутбай, что он хочет у них поработать? Нет, ты не работала, ты пыталась, это не считается. А где вы вообще? Где люди? Нет людей. На этом у меня все. Скажи, приходите. А, да, конечно же, приходите. Вы можете написать с Андре. Вы можете написать мне, в Фейсбук, куда вообще угодно. Просто напишите. И если вы реально хотите, мы вложим в вас время. Ну, ладно, блин, все-таки, окей. Я почему... Пойдем в эту книгу. Нет, 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 ну, извините, ребята, буквально полторы минуты. Почему я люблю возиться со студентами? Году в девятом или в десятом я пришел на практику в газету обозревательную, непокойную. Я что-то был очень дерзким. О, главный редактор, я захожу. Здрасте, там был Виталий Чуясов. Прекрасный человек. И он почему-то... Я вообще ничего не умел. Я был таким тупым, максимально тупым. Вот. И он со мной занимался. Он вкладывал в меня свое время, которое было, ну, на мой взгляд, очень ценным. И после этого вот мой принцип тоже такой. Если вы хотите, вы реально хотите, вы не будете пропадать. Вы будете исполнять там дедлайны все. Вас всему научат. И в моем отделе это будет на сто процентов. Спасибо за внимание. Так, всем привет. Меня зовут Алексей Носов. Я руководитель отдела видео на онлайнер. И сегодня с нами на встрече Николай Козлович, главред. Игорь Деменков. Это наш видеожурналист. И Дмитрий Корсак. Он больший журналист, пишущий, но уже одной ногой, возможно, уже и полутора ногами, заступает в отдел видео. Сегодня у нас сложилась сетка вещания, так можно сказать, с определенным количеством проектов. Но перед тем, как она сложилась, мы проделали очень огромную работу. И я думаю, что каждый, кто имеет маломальский популярный медиаресурс, понимает, что нельзя с первого раза выстрелить и потом держаться на каком-то плаву и расти. Чтобы этого достичь, нужно проделать огромную работу, набить кучу шишек, и мы их себе набили. И после того, как мы раны зажили, мы пришли к следующим проектам. Наш флагманский проект — это монолог, который мы делаем с Дмитрием Корсаком. Здесь упор мы делаем на какие-то истории одного конкретного человека, который имеет интересный жизненный опыт, пережил какую-то ситуацию, которая близка многим людям. Концепт проекта можно назвать как «маленький человек в большом мире». Эти видео как такое, не знаю, может быть, психотерапия, когда человек открывается период истории и завоевывает доверие огромного количества зрителей. И активность под каждым видео тому подтверждение. То есть там у нас в комментариях максимально нет никаких троллей, люди собираются в какие-то компании, помогают героям репортажей, скидываются многодетным родителям и так далее. То есть контент находит свой отклик. Второй наш проект — это «Без лица». Это достаточно новый проект, который со старта хорошо стрельнул. И там мы рассказываем те истории, которые обычно остаются за кадром. Ну вот часто, я думаю, бывает, кто был на интервью или делал репортажи, что ты уже вроде бы все закончил, и тут герой тебе говорит, слушай, сейчас ни под запись, ни для камеры расскажу одну историю. И, блин, это самая интересная история за весь ваш рассказ, но рассказать ее невозможно, потому что могут быть последствия. И вот рубрика «Без лица» позволяет без последствий рассказать вот эти самые истории. И Игорь проделывает очень большую работу по «Без лица», потому что очень сложно отбирать героев. Многие напишут, потом сливаются. Многие герои просто злые и начинают откровенно врать, и это видно даже в письме. Третий наш проект — это «Бытовуха». Между собой мы называем несерьезный монолог. Люди рассказывают про свою профессию в легкой непринужденной форме. Это не канал «Жиза» с десятью глупыми вопросами, но, признаюсь честно, поначалу было очень похоже. Мы сделали пилотный выпуск, поняли, что это лютый трэш, и нужно что-то переделывать и найти абсолютно свой подход к схожей тематике. И мы нашли это просто вот «Бытовуха» на работе. То, что обычно люди могут рассказать за чащечкой кофе или там на кухне. Типа, слушай, знаешь, у нас на работе такой прикол. Ой, понеслась там. Ну, в общем, на этом и построена «Бытовуха» — легкое непринужденное общение с человеком. И наш самый, наверное, крутой тип контента — это репортажи или микродокументалки. Это душевные истории на любую тематику, то есть свободный полет. И самое главное правило здесь — тот, кто создает репортаж или микродокументалку, должен делать то, что ему нравится. Это в первую очередь. Потому что здесь он может применить свои навыки, какие-то новые фишки при съемке, новые фишки при монтаже, новый подход к герою, раскрыть тему, которую он не может раскрыть в проектах, где есть какая-то система и строгий формат. Монолог, без лица, «Бытовуха» — там ты особо ничего не придумаешь. А здесь ты можешь раскрыться полностью, и это позволяет тебе развиваться. Как мы выбираем темы? Мы стараемся в своих всех работах избегать политики и заведомо хайповых тем. Потому что в погоне за откровенным хайпом можно потерять самое главное — умение искать глубинный смысл и генерировать новые идеи. Потому что очень легко снимать про харассмент, когда весь мир целый год говорит про харассмент. Очень легко снимать про войну, когда она идет под боком. А если все это убрать, ты остаешься один на один и думаешь, ой, а что снимать, когда ничего не происходит? Ты разучаешься думать. И репортажи, которые мы делаем, и микродокументалки, они позволяют не закостенеть и постоянно развиваться. Потому что мы выбираем вечные темы и общечеловеческие вопросы затрагиваем, чтобы наши видео не теряли актуальность, они не привязаны к какой-то повестке дня. И мы еще делаем ставку на то, чтобы наш контент хотелось пересматривать. То есть ты посмотрел раз, и если ты его будешь смотреть второй раз, ты скажешь, а ну да, класс, может посмотрю еще раз, что-нибудь новое для себя открою. И сейчас у нас сложилась следующая структура. У нас есть несколько каналов. Основной канал онлайнер — это то место, где выходят все флагманские проекты. Монолог, без лица, бытовуха и репортажи. Все новое, что появляется, и мы считаем его хорошим, идет на основной канал. У нас там сейчас почти 600 тысяч подписчиков, но в последнее время наблюдался небольшой спад активности. В связи с этим я хочу поздравить коллег из Тутбая с тем, что они нас догнали и даже немного перегнали. Поздравляю вас. Но этот спад подошел к концу, и сейчас наблюдается новый рост. И я думаю, что скоро будет очень-очень интересно. Наш второй канал — это онлайнер Беларусь. Здесь цифры совершенно не впечатляющие, но это не важно. Мы там размещаем локальный контент. То, что интересно здесь и сейчас. И даже несмотря на то, что там малое количество просмотров, малая активность, я считаю, что мы делаем там очень важные вещи, как, например, проект MOVA. Мы ездили по стране и собирали информацию о том, как люди говорят в разных регионах. То есть мы считаем, что это важно и это нужно делать. Именно такие проекты мы делаем на онлайнер Беларусь. Третий канал — это онлайнер авто. Я бы не назвал его самостоятельным медиаресурсом. Это скорее добавочные материалы к статьям журналистов из раздела авто. У нас есть еще четвертое направление. Это продакшн, за который как раз-таки отвечает Ольга Третьякова, которую я там раньше представлял. Мы все время делаем душевные видео. И мы поняли, что это наша основная фишка. И в какой-то момент решили, почему бы нам ее не продавать. То есть делать те же самые душевные ролики, которые хочется смотреть, но они будут рекламными. И это не значит, что у нас появились какие-то рекламные статьи. Это просто значит, что мы, как и любой другой продакшн, на свободном рынке можем для любого заказчика делать коммерческие видео. И вот за годы существования я считаю, что нам есть чем гордиться. Например, самое популярное видео из раздела бытовуха — это бытовуха стюардессы, которая собрала уже почти 8 миллионов просмотров. Она стрельнула, как гром среди ясного неба. Вроде ничего не предвещало беды, а потом как полезли просмотры, мы просто сидели и удивлялись. Как это вообще законно, чтобы они так росли? А мы в главе угла ставим именно подход журналиста, как мастера, с его видением. У нас скорее авторские работы, чем потоковые. И это очень важно. Поэтому у нас есть несколько правил, на которые мы ориентируемся. Улучшать то, что уже есть. То есть никогда не позволять вот этому конвейеру поглотить тебя. Даже вот бытовуха, без лица, монолог, у них вроде есть устоявшаяся структура. Но мы никогда не оставляем ее вот такой статичной. Мы каждый раз придумываем что-то новое. Добавляем там фишечки какие-то, новые подходы, новые темы. Условно между нами второй сезон будет отличаться от первого, третий от второго и так далее. Второй пункт, самый важный. Мы работаем на качество. Мы не будем никогда терять качество в угоду количеству. Мы лучше сделаем меньше, но это будет круто, это будет запоминающийся, и люди захотят это пересматривать. И третий, конечно же, мы всегда ищем что-то новое. Никогда не стоим на месте. У нас постоянно проходят мозговые штурмы. Мы придумываем новые идеи и обязательно их снимаем, пробуем. Даже если они не пойдут, мы откатаем, посмотрим обратную реакцию аудитории и поймем, что здесь хорошего было, что здесь плохого. И в завершении нашей презентации я бы хотел показать небольшой ролик, который, я думаю, отражает все наши принципы работы. Сейчас я приглашаю на сцену вторую команду, команду Тутбай, для того, чтобы вы смогли задать свои вопросы онлайнеру, а онлайнер смог задать вопросы Тутбайу. Ладно, ребятушки, смотрите. Моя большая зависть, прям белая, черная, называйте, как хотите. У вас охренительная картинка всегда. Ну то есть в подавляющем большинстве случаев это выглядит очень-очень круто, очень-очень дорого. Вот за всем у меня такой один вопрос, но есть двух состоящий. Вот как строится работа? Я вот насколько понял из твоего выступления, что есть отдельный оператор, может быть человек, который отдельно проводит интервью, кто потом это монтирует, сколько времени уходит на постпродакшн. То есть как вот это все устроено? Ну у нас празднует. Игорь, ответь, пожалуйста. Ну у нас все просто. На самом деле Алексей и я, мы можем работать под ключ. В принципе, каждый видео человек у нас может работать под ключ, но у каждого, как Алексей говорил, есть сильная сторона. И если я знаю, что я хочу снять душевный крутой репортаж, и мне нужны скиллы либо Миши, либо Алексея, второго Алексея, которые крутые операторы. Они профессиональные, потому что они окончили Академию искусств. Тогда я могу их задействовать и сказать, помоги мне снять такие крутые кадры. Если я понимаю, что моих способностей, или Алексей понимает, что его способностей хватает на то, чтобы раскрыть, потому что мы в первую очередь журналисты, пишущие, ну в смысле видеожурналисты, ручились на журналистов телевидения. И мы понимаем, как все работает. Тогда мы работаем самостоятельно. То есть каждый работает сам. Если нужна командная работа, где одному человеку нельзя никак справиться, например, в моем случае без лица, где есть две камеры, где я стою за одной камерой и провожу интервью, и нужен крупный план, чтобы человек, ну для перебивок на монтаже потом. Мне нужен второй человек, потому что у меня нету там еще двух рук, чтобы поставить еще одну камеру и взять ее в руки. Поэтому там можно работать вдвоем. Нет, все-таки вопрос был еще немножко не в другом. Сколько времени уходит на постпродакшн? Возьмем конкретный видос про парня, которого вы снимали где-то в заброшенном месте, у которого было сложное детство в школе. Вот там картинка, ну прям вау, клево. Вот как раз таки Алексей. Один день. Ну то есть за один день все отсняли, второй день продакшн, третий выпустили. Ну там третий может подшиманили, что-то минимальное, но в целом такой вот. Очень клево. У меня вопрос вот по стратегии. Вы говорили про системности, это очень круто. И как далеко вы планируете? Свою работу? То есть у нас, например, есть план на год, у нас есть план ближайший, там на месяц и там на неделю. Допустим, что делаем? Ну прямо сейчас очень бурный рост идет, да, поэтому запланироваться на 5 лет вперед очень сложно. Вот, поэтому есть план до конца года, что мы хотим сделать. Вот, но в 2021, вот еще не заглядывали. Но в любом случае, как бы да, это бизнес, он должен приносить деньги. То есть план не только зарабатывать деньги с YouTube, сделать больше каких-то интервью раций вместе с партнерами, но только вот на 20-й год дальше. У меня вот тогда вопрос по интеграции. То есть вот вы там обозначали темы, что YouTube это заработок, интеграция. Что для вас за шквар, что не за шквар в плане интеграции и какие там бренды вы, допустим, избегаете или с какими будете сотрудничать? Струнные технологии не будем рекламировать, точно. А, ну Skyway, понятное дело. Ну и к тому, как вы решаете, что, например, видео про людьми с какими-то болезнями будет ли интеграция? Никаких не будет никогда. Ну, то есть понятно, когда человек приходит, рассказывает тебе, что у него мама умерла от рака, а ты такой, купи карту банка какого-нибудь, она дает кэшбэк 4%. Ну, чё, камон, нет, конечно. Но когда видео какое-то веселое, это все обсуждаемо. То есть, ну вот, у нас была интеграция с менюбай, например. Мы говорили про пары, которые вместе работают. К нам пришли ребята из менюбай, они вместе работают, и они были в майках менюбай. Почему нет? Спасибо вам большое. И сейчас мы переходим к последней, заключительной части нашей сегодняшней открытой летучки. Это ваши вопросы. Тутбай, как вы зарабатываете на видео? Какие основные источники дохода? Это интеграция в YouTube. Ну, YouTube сам вставляет рекламу. Вы можете прийти туда, закинуть 100 баксов. Ваша реклама покажется где-то. Тому, кого вы настроите там в личном кабинете. То есть, это один источник. И второй, у нас есть замечательный рекламный отдел, который может продать какие-то интересные вещи. И мы туда, ну, мы с них, точнее, с клиентов получим деньги. Следующий вопрос. В целом, про журналистику. Насколько реально нежурналисту вкатиться в журналистику? А давайте немножко вот в сторону видео, да? А кто такой нежурналист? Кто такой журналист? Ну, типа, образование должно быть? Да? Да вообще пофигу. Ну, как бы. Вот у меня образование журфака. Я три года отучился очно. Потом еще четыре, наверное, заочно. И что? Ну, то есть, были замечательные преподы. Там Пранович, Дробеня, Радюшка. Окей! Ну, научил ли меня журфак журналистики, да никогда в жизни. Меня журналистики научил Виталий Чуясов, который потратил на меня очень много времени в газете «Обозревательщик». Мы ему очень благодарен за что. Ну, вот я тут не могу согласиться. Я спустя какие-то годы понимаю, что все-таки был большой толк в том, что я учился на журфаке. И если ты учишься и действительно хочешь заниматься журналистикой, то ты найдешь, как свои навыки развить. А если ты пришел, а бы получить вышку, вообще неважно. Ну, то есть, все равно пойдешь туда, куда ты захотел. Поэтому, насколько реально вкатиться не журналисту в журналистику и в видео в том числе, очень реально, если вам это интересно. Вот и все. А у кого здесь какое вообще образование? Все? Журфак, не журфак? У меня средний. У меня журфак. У него тоже. У нас журфак. Но у себя Академия искусств. Окейушки, пойдем дальше. Стоят четыре журналиста и говорят, что журфак ничего не дает. А дальше людей, видимо, не интересует зарплата на онлайнере. Людей интересует, какая зарплата может быть у начинающих сотрудников видеоотделя Тутбая. Если вы ничего не умеете, очень маленькая. Если вы что-то умеете, вы приходите и говорите, я хочу полторы тысячи рублей на старт. Я умею это, это и это. И если ваши компетенции действительно клевые, мы дадим вам полторы тысячи и даже больше, если вы того стоите. Но со старта, если, опять же, вы ничего не умеете, но вы хотите научиться, мы вложим в вас очень много времени. Наше время очень дорого стоит. Вы будете получать не очень большие деньги, но со временем, естественно, вы будете прогрессировать, и ваша зарплата будет весьма и весьма достойной. Вы же конкретизируете полторы тысячи чего? Рублей. Я все в рублях мыслю. Долларов на старт не дадим, только если вы очень клевый. А все-таки, а что онлайнер скажет? У нас все по договоренности. На Тутбае перестали появляться видео на белорусскую тему. Раньше были опросы на улице, видео про людей, города, а последние месяцы ничего местного нет. Почему? Последние месяцы, годы, может быть. Да нет, да все очень просто. Смотрите, чтобы записать опрос, нужно время, нужны люди. Как минимум там один-два человека, чтобы микрофон хотя бы подержать и людей ловить. Это стало в какой-то мере, наверное, бессмысленно. Мы писали очень много опросов. Лукашенко предложил отправлять студентов в армию летом. И мы такие, к БГУ опросик давай запишем. Но потом это стало не очень целесообразно с точки зрения времени, трудозатрат каких-то. То есть пишущие журналисты все это могут сделать. И не вижу никаких проблем не делать вот эти опросы. Опять философский вопрос. Где искать вдохновение и мотивацию? Ох, ну это, наверное, каждый сам себе решит. Первое, это, наверное, коллективное обсуждение, мозговые штурмы и просмотр того, что делают другие. То есть обычные идеи могут приходить вообще случайно. Ты там увидел какую-нибудь бабульку, заходящую в автобус, ты думаешь, а, так можно же сделать цикл там-сям. Ну вот как-то так. Увидел какую-то мелочь, и у тебя из этой мелочи развивается целое дерево идей. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тарас. Я хотел бы задать вопросы обеим редакциям по поводу нативной рекламы. Вы в целом упоминали, но не до конца. Как вы выстраиваете работу по созданию именно нативных видео, кто генерирует идеи? Участвуют ли в создании именно нативных видео журналисты, новостники, допустим, которые не занимают? То есть есть ли какое-то разграничение при создании? Вообще, как происходит вот этот сам процесс? Спасибо. У нас нет каких-то полностью так нативных, рекламных, не знаю, что вы вкладываете в это понятие, видео. У нас есть интересные видео, в которые мы интегрируем партнера. И это должно быть сделано очень аккуратно. Подавляющее большинство интеграций, которые есть на Тудбайе, придумывается видеоотделом, то есть с нами. У нас есть отдел коммерческих спецпроектов. Они тоже предлагают какие-то интеграции. Мне зачастую они не очень нравятся. Поэтому мы потом вместе все это дело придумываем. Ну, примерно такая же история у нас. Максимально честная реклама в видео, которая выглядит как реклама. Там нет нигде какого-то там брендового кроссовка, который 25 кадром появляется. Все максимально честно, открыто. Спасибо. Дальше по претензии мы пойдем. Почему Дудь, снимая про ВИЧ, поднимает более глубокие проблемы и госуровни, в том числе от Тудбай, просто собирают жалостливые лайки при помощи лайтовых вопросиков? Вопросиков. Хочу извиниться перед вами, тот человек, который задал этот вопрос. Пожалуйста, простите. Конечно же, я считаю, что это вообще полная ерунда. У нас за последний год было два видео, так или иначе связанное с ВИЧ. Первое про людей, которые работают с ВИЧ-инфицированными. Оно было очень тяжело. Оно было тяжело монтировать, его было тяжело делать. Второе видео было про девушку, которая лишилась девственности и заразилась ВИЧ. Вот в первый раз так вышло. И если вам вдруг кажется кому-то, кто задал этот вопрос, что в этой стране столько же людей с ВИЧ, как у Дудя, которые готовы открыть свое лицо, вы настолько ошибаетесь, вы прям настолько катастрофически ошибаетесь. Мы хотели снять сначала людей в студии с людьми с ВИЧ. Не получилось, потому что не было героев. Мы хотели снять уже просто какой-нибудь сюжет про людей с ВИЧ. Не было героев. И, к счастью, нашлась одна девушка в Гомеле, которая сказала, «Ладно, хорошо, я готова, но, пожалуйста, сделайте так, чтобы моих глаз, моего лица не было видно». Это очень важно про это говорить, потому что вы стигму разбиваете. И стигма сейчас есть очень большая. Люди с ВИЧ думают, что вот если они увидят меня, они не сядут рядом со мной в автобусе. Они откажутся брать, не знаю, стакан из моих рук, если я официантка. Люди боятся, и говорить об этом нужно. Но мы делаем то, что мы можем, то, что в наших силах. То, что сделал будет, ну, молодец. В России, значит, больше развито вот это вот именно ВИЧ-движение. Они не боятся говорить об этом открыто. Здорово, почему нет? Но я считаю, что мы делаем в этом направлении очень клевую работу. В общем, последний вопрос на сегодня. За что выгнали Чалова с YouTube? Вы знаете, когда мы сюда шли, я вот ребят спрашивал, «Как вы думаете, каким будет этот вопрос?» Я поставил на первое, они что-то тоже сказали. Да, красава. Да что значит, блин, Чалова выгнали с YouTube? Смотрите, есть человек. Ему нельзя, да, вы что? Регистрируется Чалой на выход. Есть передачи, форматы. Когда-то они более успешны, когда-то они менее успешны. Программа Чалова выходила очень много лет. За эти годы она никак не менялась. Интерес к этому формату, ну, представьте, то есть четверг в три часа дня это включается в прямом эфире. У кого есть время послушать? У очень маленького числа людей. Полтора часа иногда больше, иногда немножко меньше. Это очень сложно. Формат начал себя изживать. У нас доходило до того, что вот новость становится на первый экран, в картину дня. У нее, например, сто тысяч кликов, а просмотров видео две тысячи, потому что люди не могут себе позволить сесть и смотреть полтора часа какое-то видео. Мы решили видеоформат с Сергеем закрыть. Теперь это все выходит в текст. И начало выходить там три уже, по-моему, было выпуска или четыре. И вы знаете, круто, у каждой айдишки по 200 тысяч просмотров, наверное, минимум. То есть против тех там двух-десяти тысяч просмотров видео, которые были, сейчас мы получаем 200 тысяч просмотров именно текстового формата, которые дочитают, на мой взгляд, с куда большей долей вероятности. Да, если кому-то не хватает голоса, Сергея, пожалуйста, можете скачать аудио. Все есть, все на месте. Это был наш последний вопрос на сегодня. Спасибо большое, что пришли.